Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Приглашаю вас на очередное занятие в шахматной школе Евгения Гринеса. И этот видеоурок я назвал «Атакуем с полом морфи». Я думаю, что многие из вас слышали, кто такой Пол Морфи. Кто не слышал, может позже посмотреть на моей странице партии Пола Морфи по ссылке. Пол Морфи был некоронованным чемпионом мира. Примерно в 1850-х годах он был сильнейшим и непобедимым шахматистом в мире. Но тогда ещё не было звания чемпиона мира по шахматам. И вот я хочу с вами разобрать и проанализировать одну партию, сыгранную полом морфи. И это, подчёркиваю, слова разобрать, а не показать. Цель не показать партию, а вместе с вами её проработать. И поэтому важно ваше интерактивное участие в этом видео. То есть, я буду вам ставить перед вами в определённых позициях вопросы о том, как следовало продолжать чёрным, которыми играет Пол Морфи, или белым. Где можно было сыграть лучше? И где, может быть, кто-то из противников допустил ошибку? И поэтому, когда я буду эти вопросы задавать, я, как всегда, советую вам сделать паузу в видео и подумать. Я буду потом давать правильные решения и отвечать на поставленный вопрос. Но если вы хотите улучшить свою игру, то вам нужно участвовать самим, думать над правильными ответами на поставленные вопросы. Итак, эта партия была сыграна Полом Морфи в Соединённых Штатах Америки в 1857 году в матче против Луиса Паульсона. Фамилия Паульсона должна быть некоторым известно, так как в теории дебютов, например, в сицилианской защите есть система Паульсона. И поэтому он был в то время довольно известным шахматистом и довольно сильным для своего времени. Морфи играл чёрными. Е4, Е5 было сыграно. Конь Ф3, КЦ6, КЦ3, КФ6. Это дебют четырёх коней. Белые сыграли СБ5. Часто шахматисты, которые не очень хорошо знают теорию на разных уровнях, играют здесь С4. Вопрос, почему С4 не такой хороший ход? Как чёрные могут здесь ответить? Я буду дальше сразу отвечать на вопросы, рассчитывая на то, что те, кто пожелал, уже сделали паузу в видео после вопроса. Чёрные могут здесь осуществить временную жертву фигуры. Ходом Конь берёт на Е4. Если белые берут на Д4, то ход Д5 пешка нападает на две фигуры. Вот такой приём можно запомнить. Ну и, например, если слон берёт на Д5, ферзь берёт на Д5, то позиция чёрных лучше, потому что у них преимущество двух слонов образовалось, так как белые отдали слона за коня. У них преимущество в центре, так как у них есть пешка в центре на Е5, а у белых нет. Ну и активный сейчас ферзь в данный момент. В общем, чёрные имеют здесь преимущество. Неожиданно обычно белые имеют перевес, но так как белые сделали неточный ход, С4 и после К4 чёрные смогли достичь перевеса. В партии Паульсен не сыграл слон З4, а пошёл слон Б5. Это хороший ход в этом дебюте. Так именно и играют слон Б5 в дебюте четырёх коней. И морфий отвечает здесь... Да, здесь у чёрных есть по теории два хода. Это ход слон Б4, симметричный к ходу слон Б5, который ведёт вначале к симметричной позиции и обещает чёрным, может быть, равенство. И другой ход, это ход, называется вариант Рубинштейна. Ход К4, разработанный Акибой Рубинштейном гораздо позже после этой партии, уже намного десятилетий позже. И морфий, конечно, его не знал. Ну и чтобы так играть, нужно знать теорию. Что тут имел в виду Рубинштейн, играя в такой ход? А морфий здесь сыграл слон С5. И вот белые... Белые ответили здесь короткая рокировка. Вопрос. Почему... Могли ли белые выиграть пешку? Например, пойти... Слон взял на С6, ДЦ и конь берёт на Е5. Вот подумайте, могли ли белые выиграть пешку, и как чёрным тут лучше всего продолжать. Значит, здесь правильный ход за чёрных. Значит, если вы чёрные пошли... Например, здесь ФД4, нападая на пешку Ф2, угрожая матом, и на коня, то у белых был ход Конь Д3, защищая пешку, атакуя слона. Ну и белые каким-то образом могли бы и защититься. А может быть, остаться с лишней пешкой. А лучше здесь для чёрных сыграть. Слон берёт на Е2 шах. Если король Ф2, то ФД4 шах. Нападая на короля и на коня. Ну, если, к примеру, король Ф1, то Ферзь берёт на Е5. И у чёрных не хуже. Король белых уже не может рокировать. Белые пошли после С5. Рокировка. Чёрные сделали рокировку. Белые сыграли. Здесь Конь берёт на Е5. Что белые имели в виду? Значит, белые планировали такой же удар, как мы до этого показывали со стороны чёрных. То есть, на Конь берёт на Е5. Д4 нападая на 2 фигуры. Например, после С6 белые, может быть, планировали ход Ф4. Даже не беря сразу слона, а такой ход Ф4. Ну, например, Конь Е4 и Е5. Отыгрывая фигуру. Вот, возможно, что у белых было бы небольшое преимущество. Но Морфи после хода Конь бьёт на Е5. Не стал брать Коня. А пошёл ладья Е8. Ладья Е8 нападает на Коня. И рентгеном на пешку. Вопрос. Как здесь белым лучше сыграть? И рассмотрите две возможности. Конь берёт на С6. Или Конь Ф3. Как вы считаете, какой ход из этих двух лучше? Какой бы ход вы выбрали? Значит, в партии белые пошли. Конь берёт на С6. Но возможно, что ход Конь Ф3 несколько лучше. И после того, как чёрные забирают пешку в ответ, то белым лучше всего сыграть Д4. Например, Конь берёт на С3. БС. С8. И у белых есть некоторый перевес. Так как у них перевес в центре. И лучшее развитие. Небольшой перевес. Паульсин взял коня на С6. И тут вопрос такой. Какой пешкой брать в ответ? Ясно, что чёрные должны брать коня. Пешкой Б, БС или ДС? Как, по-вашему, сыграл Морфи? Ход БС, хотя и соответствует правилу, что надо брать обычно к центру, но он хуже. Он даёт белым преимущество. А Морфи сыграл ДС. И хотя он взял от центра. И его пешки как бы... Если посмотреть на пешечную структуру, то на королевском фланге и в центре у белых вот 4 связанных пешки, а у чёрных 3. То есть теоретически белые могут тут образовать проходную пешку. А вот эти 4 пешки вряд ли смогут образовать проходную. Но ход ДС открывает слона и ферзя. То есть способствует быстрому развитию чёрных. Поэтому Морфи взял именно этой пешкой. То есть иногда общие правила можно нарушать. То есть в шахматах есть позиции, где... И много раз встречаются позиции, где, возможно, есть это исключение из правил. То есть исключения могут быть очень часто. Но надо и правила знать. В принципе, как правило, рекомендуется брать к центру. Если вот нет таких каких-то особых ситуаций. И белые пошли в С4. Вопрос. Значит, чёрные без пешки. Должны ли они сейчас взять конём на Е4? Отобрать пешку? Или Морфи сыграл по-другому? Значит, ход конь Е4 в этой позиции. Это был бы плохой ход. Так как белые могли выиграть... Этот ход хотя и отыгрывает пешку. Но белые могли выиграть, по крайней мере, ещё одну пешку. Ходом слон берёт на Ф7. Король берёт на Ф7. Конь берёт на Е4. И нельзя... Вернее, очень плохо было бы ладья берёт на Е4. После ферзь, Ф3, шах, белые забирают ладью на Е4. То есть, выигрывают ладью за коня. Плюс ещё пешка лишняя у них. И у белых выигранная позиция. Поэтому... Конь берёт на Е4. Морфи не сыграл. А он здесь сделал ход B5. Значит, он хочет согнать этого слона с диагонали. Ну, казалось бы, можно пойти слон B3. Но слон B3... Паульсен не сыграл. Потому что он видел, что на королевском фланге у него нет фигур, которые бы защищали короля. А у чёрных слон направлен на королевский фланг. Второй слон. Конь может выскочить на G4. Потом ферзь может выскочить. Ладья на полуоткрытой линии. И он пошёл в слон Е2. И это правильный ход. Этим он прикрыл поле G4, возможно, чтобы конь не пошёл на G4 с атакой. Но теперь Морфи может забрать пешку назад на Е4, так как уже шахов и взятий на F7 больше нет. Вопрос. Что было бы, если бы белые пошли слон на F3? Как бы чёрные здесь продолжали? На ход слон F3 это грубая ошибка. У чёрных есть удар. Тактически конь берёт на F2. Ладья берёт на F2. Ну и теперь не слон берёт на F2, конечно, потому что это было бы тогда просто жертва двух фигур за ладью и пешку. И это невыгодно чёрным. Только за ладью и пешку отдавать две фигуры. Таких позиций в шахматах встречается очень много. Когда конь и слон атакуют пешку F2, например, или наоборот, F7 может быть. И она защищена слоном. Это не значит, что можно отдавать две фигуры за ладью и пешку. В этой позиции у чёрных есть ход Fd4, атакуя эту ладью. И здесь, если белые защитят ладью, у них есть два способа её защитить. Это и один из них Ff1. То после ферзь берёт на F2 шах, ферзь берёт на F2, следует ладья Е1 мат. Потому что ферзь связан, он не может взять эту ладью, и он не может и короля защитить, так как он связан с слоном. Значит, после Fd4 белые могут ещё только сыграть конь Е4. Этим ходом защитить ладью. И тогда следует устранение защитника. Ладья берёт на Е4. После слон берёт на Е4. Ферзь берёт на Е2 шах. Король H1. И здесь слон G4 лучше всего. Ну, у чёрных атака. Здесь вообще... Вообще белым, собственно говоря, уже почти некуда играть. Ферзём брать слона нельзя из-за мата. Ходить по первой линии некуда. На G1 тоже нельзя, потому что тут ферзь и слон. Единственный может быть слон F3. Но тогда чёрные играют ладья Е8. И угроза ладья Е1 шах и мат неотвратима. То есть, эта позиция выиграна для чёрных. Это последствия ошибки были бы слон F3. А Паульсин здесь сыграл. Конь берёт на Е4. Ладья берёт на Е4. И теперь он играет слон F3. И нападает на ладью. Вот здесь такой вопрос. Как вы думаете, значит, ладьёй надо уходить? Куда отступил морфий? Особенно те, кто смотрели моё видео, одно из моих видео, где героем видео был Василий Смыслов. Мог бы ответить на этот вопрос быстрее. Куда лучше отойти чёрным ладьёй? Может быть, в атаку пойти на Е4? Может быть, уйти на Е8? Или может быть ещё другой ход? Морфий сыграл ладья Е6. Ну, во-первых, тут практически нет ходов. Потому что на Е8 удар С6 просто взятие. Поэтому ладья должна отступить так, чтобы защитить пешку. Ну, и идея этого хода, кроме того, что ладья может включиться в атаку на короля. Ладья Е6 или ладья Е6. То есть, такой перевод ладьи по третьей линии в атаку. Мы его изучали, ознакомились с ним в партии Василия Смыслова. Это были поучительные партии, по-моему, пятые. Или, может быть, я ошибаюсь. Ну, поучительные партии и сицилянская защита. Ладья Е6. Здесь вопрос, как бы вы сыграли за белых? У вас на выбор два хода. d3 и c3 с идеей d4. Как вы бы сыграли? И вот те из вас, кто сыграл бы d3, те правы. Это скромный ход, но, по крайней мере, если белые хотят сыграть d4, то они могут это сделать, сыграв d3, потом c3 и потом d4. А вот Луи Паульсин захотел сыграть d4 в один приём. И пошёл c3. Вот почему же c3 хуже, чем d3? Это вопрос. То есть, как чёрным надо отвечать? Как ответил Морфи. И после хода c3 Морфи сыграл ферзь d3. И он влез своим ферзём прямо в душу белых. То есть, после c3 у белых получилась здесь дырка на d3. И в неё влез ферзь. И хотя, тоже считается, что вроде ферзя не следует в дебюте ещё ставить под удары. Но тут, в общем-то, и нет никаких ударов. Нападений на ферзя практически нет. Нечем нападать. Вот слон не может пойти. Слон e2, например, напасть на ферзя. И Морфи использует тот момент, что вот слон белых ушёл с e2 на f3. Вот это, в общем-то, сочетание ходов слона f3 и c3. И создание себе вот такой вот слабости на d3, которую Морфи занял. И что же он достиг этим ходом? Мы видим, что у белых вот этот слон застрял, не может выйти. Так как ферзя отсюда очень трудно вытеснить. Если и можно будет, то это займёт какое-то время. Слон застрял, соответственно застряла ладья. Соответственно, белые не могут соединить ладьи, что плохо. И вот это, в принципе, очень... Белые, наверное, в этот момент... Паульсен понял, что он сделал что-то не так. Что он допустил ошибку. А Морфи ему показал этим ходом, что вот так вот играть нельзя, как c3. Ну и Паульсен стал думать, как же ему освободиться. Видимо, он решал эти проблемы. И он сыграл здесь b4. Может быть, было лучше ладья e1. Ну, ладья берёт на e1, ферзь берёт на e1. Слон f5. Самый лучший ход, не защищая даже эту пешку. Не слон d7, а вот слон f5. И жертвуя пешки. Например, слон берёт на c6. Ладья d8. Ферзь e5. Ферзь c2. Угрожаем матом на d1. Слон f3, защищая поле d1. Слон d6. Ну, в принципе, значит, белые выигрывают пешки. Одну пешку они выиграют. И если они сейчас захотят взять ещё одну пешку, то последует теперь слон на d3. Ферзь c6. И чёрные хотят подвести ладью на линию e, но ферзь контролирует. И здесь у чёрных есть хороший ход. Вот это король f8. Например, g3, ладья e8 под защитой короля. h4, ладья e1, шах, король h2. И, например, ладья берёт на c1. И чёрные могут выиграть фигуру. Ну, а могли просто продолжить атаку. Например, сыграть g6. Чтобы пойти король g7. Ну, вот. Компьютер видит здесь преимущество у чёрных. Несмотря на то, что после g6 ферзь a8, шах, король g7. Ферзь берёт на a7. Ну, слона чёрные могут взять в любой момент. А в этот момент, в принципе, и не стоило брать, может быть, этого слона. Но факт тот, что чёрные бы здесь тоже могли жертвовать эти пешки после ладья e1. Значит, в партии было после ферзь d3 b4. Морфий отошёл в слон b6. Конечно, сохраняя слона на этой диагонали. И здесь Паульсин играет a4. Вот он хочет поймать слона ходом a5. Лучше ему, может быть, здесь было сыграть ладья e1 всё-таки. И у чёрных был бы после этого хода только небольшой перевес. a4 тоже не точный ход. Морфий взял пешку на a4. И белые взяли ферзём. И вот белые здесь задумали... Они нападают сейчас на пешку c6. Чёрным надо её защитить. Вопрос. У чёрных есть два хода, чтобы защитить пешку. Один из них слон d7. И второй ход слон b7. Как бы вы продолжали? Как тут сыграл Морфий? Какой ход вы бы выбрали? Слон d7 или слон d7. И вот Морфий в этой позиции сделал ошибочный ход. Из этих двух ходов он сыграл слон d7. И хотя он партию выиграл, но ход этот ошибочный. Так как после этого хода белые могли по меньшей мере уравнять шансы. А может быть и получить лучшую игру. И почему мы объясним позже. Или можно сейчас сказать. Значит, идея белых здесь есть. Вытеснить ферзя с поля d3. И это они могут сделать ходом ферзь a6. Чёрные или должны разменять ферзей, или уйти ферзь a6. И вот этот ход Морфий плохой, потому что он допускает ход ферзь a6. А вот правильный ход здесь был такой непонятный ход. Некрасивый ход. Слон d7. Кажется, что здесь делает слон на этом поле. Но защищает пешку c6. И не даёт белым возможности пойти ферзь a6. Вот этим этот ход хорош. Но хотя он некрасивый. Слон упирается в собственную пешку. Но чёрные имеют возможность быстро. Теперь их ферзя нельзя вытеснить. И чёрные могут быстро пойти ладья ae8. И может быть ладья e1. И выиграть эту партию даже без участия этого слона. То есть, у них был бы слон в игре, вот этот чернопольный на f2. И две ладьи. А белых стоит... Всё это хозяйство здесь стоит. И если после ладья a на e8 и ладья e1 вторгнутся, то чёрные просто выиграют. Но этот ход показали позже компьютеры. А я думаю, что Морфи пошёл в слон d7. И к его счастью, и к нашему... Потому что иначе мы бы, наверное, не увидели красивой партии. Луи Паульсен в этой позиции не пошёл ферзь a6. То есть, не сделал этого сильнейшего хода. Вот в этот момент у него была возможность вытеснить ферзя с поля d3. А если после размена ферзей... Если мы посмотрим на пешечную структуру... И вот когда ферзи разменены, партия уже, можно сказать, переходит в эндшпиль. Хотя ещё много, достаточно фигур. Ещё 2 ладьи, 2 слона. Но это уже практически эндшпиль. Ещё пару разменов, и будет эндшпиль. Ну, в эндшпиле у чёрных катастрофическая пешечная структура. Значит, мы видим, что разрозненные пешки. Изолированная пешка a7. Две сдвоенных пешки c7 и c6 также изолированы. Ну, здесь всё нормально. Но если посмотреть, это называется пешечные островки. Когда пешки связаны, это один островок. Значит, у чёрных один островок. Катастрофический второй островок. И плохой третий островок. Три пешечных островка. А у белых два. Здесь три пешки связанные. И второй островок три компактные пешки. Причём, если белым удастся провести, после того, как они, скажем, ферзей разменяют, провести d4, то они не дадут чёрным сыграть c5. ограничат этого слона. Вот если им, допустим, при ладье на a6 или ещё слона сюда поставить. И удастся поставить d4 и b4, то потом как-то разменять там одну ладью. У чёрных будет в эндшпиле катастрофа. И вот компьютер это не очень понимает. Шахматный компьютер правильно видит, что чёрным надо было сыграть, то есть белым. Ферзь a6, но он думает, что после ферзь берёт на a6, то есть ладья берёт на a6, позиция равна. Он, правда, видит ладья a на e8. Вот. И тогда чёрные отвечают ладья a1. И на ладья e1 слон a3. Я специально не все варианты показываю на доске, чтобы у вас развивалось ещё и умение расчёт вариантов в голове. Чтобы вы могли видеть, это необходимо видеть, причём тут несложные варианты, и видеть их в голове. То есть, когда они почти форсированы. Ферзь a6. Ферзь берёт на a6. Ладья берёт на a6. Вот. Ферзи исчезли. Здесь ладья белых. Ладья a на e8. Сдвоились ладьи, и белые хотят пойти ладья e1. Чёрные отвечают ладья a1. Возвращаются. И на ладья e1 играют слоном. Например, слон a3. Ну и вот чёрные защитили этим самым первую горизонталь. Если последуют размены какой-то парой ладей, то у них будет лучший эндшпиль из-за того, что у белых худшее пешечное расположение. А компьютер не понимает этого и считает, что позиция равна будет, даже после размена. Хотя вот теперь он всё-таки предпочитает, после ферзи a6, чтобы чёрные пошли ферзи a6. Считает, что это лучше, чем каким-то чутьём он понял, что менять ферзей плохо. А мы из общих соображений должны понимать, что размен ферзей это для чёрных катастрофа. Их ничего не спасёт. Никакие ладья e8 ничего не спасёт. Мата тут нет. А исходя из пешечного расположения в этой партии, у чёрных просто плохо, очень плохо. Но пока ферзи не разменены, значит, эта пешечная структура, хотя и плохая, но пока пешки защищены. Пешка a7 слоном, пешка c6 слоном здесь и ладьёй. И пока ещё ферзи не разменены, и много фигур на доске, то это не имеет такого большого значения. Значит, наоборот, после того, как сдваиваются пешки, то часто открываются линии. Вот мы ещё в дебюте говорили, что ход dc открывает линию для слона. И кроме того, открываются вертикали для ладей. Вот вертикаль d, то есть для тяжёлых фигур. Для ферзя, для ладей. Можно этим как-бы пренебречь, пока на доске мительшпиль. Как только если партия перейдёт в эншпиль, это будет большое достижение белых. И в этот момент у них был этот ход, ферзь h6. Но на слон d7, и это я сам ответил на вопрос, как белым надо было продолжать в этой позиции. Это был ход ферзь h6. Это решающий момент в этой партии с точки зрения белых. Была у них такая возможность, которую Паульсен не использовал. И он играет ладья a2. Значит, он задумал, вероятно, пойти ферзь c2. И вытеснить ферзя с поля c2. И вот как бы вы здесь продолжали за чёрных? Как тут играет Морфий? Не играет ли он здесь, например, ладья g6 с угрозой побить слона f3? Или он делает какой-то другой ход? Так вот, Морфий был отличался от других шахматистов своего времени тем, что он знал правила, как правильно вести атаку. Он это чувствовал или он знал. И он был мастером мастером атаки в открытых позициях. Но он не делал такой ход, как ладья g6. Потому что хотя и есть угроза ферзь f3, но король может пойти на h1. Он не начинал атаку, пока он не вводил все фигуры в бой. Вот это он знал, и вот этому у него надо учиться. Не следует атаковать, пока у вас вот такая ладья стоит на a8. Не принимает участия в игре. И он вводит эту ладью в игру. И создаётся конкретная угроза. Ферзь берёт на f1. И король берёт на f1. И тогда ладья e1 мат. Вот такая сильная угроза. Даже если, например, белые бы пошли h3, или, например, они думали бы, что чёрные хотят сыграть ладья e1, и пошли бы h3. И тогда они могли на ладья e1 ещё побить и на взятие уйти королём на аж 2. Как-то спасаться. Но после ферзь берёт на f1, или чёрные выигрывают ладью, или белые берут король, берёт на f1 и получают мат. Выбирай, но осторожно, но выбирай, как говорил Аркадий Райкин. Или мат получить сразу, или потерять ладью. Ну и вот в этой позиции белые могли сыграть, например, fd1, защищая первую горизонталь. Тогда лучший ход для чёрных c5. На взятие слон c5, слон a3, выводя как-то этого слона, слон a3, ладья a3. И для чего был сделан ход c5? С какой идеей? Теперь у чёрных есть ход слон b5. Ну, они, по крайней мере, выиграют в худшем случае качество, да? После ферзь f1, ферзь f1, слон f1. Но в принципе, да, например, белым надо здесь сыграть ладья a1. Иначе после всех этих взятий они опять получат мат. Поэтому после ладья a1 чёрные, по крайней мере, могут выиграть качество. Либо сразу, либо, например, отойти ферзём, и потом его забрать слоном, сохраняя ферзей. Это уже дело вкуса. Ну и другой ход, который теперь нашёл Луи Паульсон в этой позиции. Ему надо было что-то выбирать. или ферзь c2, или другой ход, но защитит первую горизонталь и ладью f1. И вот теперь он пришёл к ходу ферзь a6. И ферзь a6, как говорится, его нужда заставила, и он уже почти не было выбора, и он сыграл ферзь a6. И он таким рентгеновским путём защищает ладью f1. Если ферзь возьмёт на f1, то этот ферзь также возьмёт на f1 ферзя. И хотя потом можно сыграть ладья e1, но чёрные ничего не выиграют, потому что они здесь отдали ферзя. Потом они его заберут и опять отдадут ладью. Вот такой рентгеновский способ. Очень важно его знать. В принципе, что таким способом можно защищать свои фигуры. Как бы рентген через чужую фигуру назад. Это не всегда легко увидеть такие ходы. Особенно длинные ходы ферзём назад трудно находятся. И вот сейчас есть шахматист, который очень часто применяет такой приём. Иногда кажется, что у него такая тяжёлая позиция. И он находит ходы такого типа. Вот это его излюбленный приём. Это защита своих позиций с помощью рентгена. И этого шахматиста зовут Магнус Карлсон. Это претендент на звание чемпиона мира. И может быть будущий чемпион мира. И шахматист, имеющий самый высокий рейтинг в мире. Выше, чем у действующего чемпиона мира и всех остальных гроссмейстеров. И вот это его излюбленный приём. Если посмотреть его партии, то кажется, что уже у него тяжёлая позиция. Вот так на него навалились, скажем, как в этом моменте. Грозит ферзь, берёт f3, f1 и ладья e1 мат. Ну и вот допустим, нет хода ферзь c2, fd1. И вот он находит вот такие ходы, которые его спасают, а потом он и выигрывает партии. Значит, вот такие рентгеновские защиты ферзём очень часто назад. А потом говорят, как играет Карлсон. Никто не понимает, какой же стиль у Карлсона, у Магнуса Карлсона, в каком он стиле. Вот, оказывается, он в стиле Луи Паульса сыграл или играет часто. Но он не важно, в каком он стиле играет. Важно, что он играет сильнее всех схватистов современности. Ферзь a6. И вот это решающая позиция этой партии. И вопрос, как здесь сыграл Морфи? Как бы вы здесь, может быть, сыграли? Надо здесь очень хорошо подумать. Здесь необходимо размыслить, раскинуть мозгами. И я советую вам. Это решающая позиция в этой партии. Если пройти мимо, если, например, побить на a6, то можно и проиграть партию и перейти в окончание. Вот иногда удивляюсь, когда смотришь партии Морфи, и вдруг он проводит какие-то там потрясающие комбинации. И кажется, откуда они берутся? Почему они возникают? Что он сделал в этой партии? Но смотрите, он ввёл в игру все свои фигуры. Лади, два слона, нацелены тоже на королевский фланг. Ферзь тоже. И вот он неожиданно, и у нас глаза на лоб. Как такое может быть? Надеюсь, вы сделали паузу и думаете. А я показываю, что произошло в этой партии. Морфи здесь сыграл. Ферзь берёт на f3. Ну, понятно, наш компьютер видит, что потом последует шаг на g6. Но это недостаточно здесь. Возможно, он видит здесь всё. И сейчас начнёт стрелками показывать всё, что было в этой партии. И сюрприз не получится. Да, белые берут. Ферзя и чёрные дают шаг. И король должен идти на h1. Да, я удивляюсь. Наш компьютер не показывает ничего. Я думал, что он сейчас всё видит. Потому что нет таких уж конкретных матов. Как же дальше продолжать атаку? Когда Морфи отдавал ферзя, он должен был видеть эту партию практически до конца. Король белых оттеснён в угол. И, конечно, следует слон h3. И оказывается, что это тихий ход. Но у чёрных угроза. Слон g2 шаг. Король g1. И слон берёт на f3 и мат. Ладья ставит мат, потому что королю некуда идти. Значит, в угол ему не даёт слон. А на f1 ему не даёт собственная ладья. И вот здесь у белых есть несколько возможностей. Ну вот, теперь такой вопрос. Как бы вы продолжали сами белыми? У них есть возможность отойти ладьёй, освободить королю поля f1. В случае шага, король g1. И в случае слон f3, король f1. Одна возможность. Другая возможность ладья g1. Не давая противнику дать шаг на g2. И третья возможность. Это сыграть ферзь d3. И напасть на ладью. То есть, если слон f3, слон g2, шаг, король g1, слон f3, то белые могут побить ферзь вперёд на g6. Забрать ладью, которая даёт шаг. И Морфи должен был учесть все эти возможности. И теперь попробуйте вы найти возражения на ходы белых. Ладья d1. Потому что иначе жертва ферзя была бы некорректна. Если вы не знаете, как здесь дальше играть, как тут побеждать или опровергнуть все эти ходы. Ладья d1. Ладья g1. И ферзь d3. Вот что нужно было рассчитать. Если вы, например, даже правильно сказали. Надо было бить ферзём на f3. Но вы вот сейчас не покажете все возможности на каждой из этих ходов. Ладья d1. Ладья g1. И ферзь d3. То это не означает, что вы молодец. Вот если вы покажете, как тут надо играть на все эти ходы, то вот тогда вы молодец. А иначе вы, может быть, отдадите ферзя, но партию проиграете. Итак, посмотрим сначала ход ладья g1. Вопрос. Как здесь правильно продолжать? Обращаю внимание на ладью на e8. Здесь есть два варианта. Оба выигрывают за чёрных. Например, то, что сейчас наш компьютер показывает помощник ладья берёт на g1 шах. Король берёт на g1. Ладья e1 шах. Вот это ладья, которая в засаде тут стояла. И вдруг она решающим образом включается в игру. А почему это шах? Потому что есть ход ферзь f1. А вот после ладья берёт f1. Это мат. И второе продолжение на ладья g1. Это дело вкуса. Если вы видите хотя бы один из этих вариантов, то это уже хорошо. слон g2 шах. Идея ладья берёт на g2. И снова ладья e1 шах. И надо отвечать ладья g1. Ну и теперь любая ладья берёт на g1 и ставит мат. Что вам считается лучше? В обоих случаях белые получают мат. И это был ответ на ход ладья g1. Ферзь d3. Коварный ход. Значит, нападает на нашу ударную ладью. Хочет её побить в решающий момент, когда она шах объявит. В этой позиции нужно увидеть ход f5. И это непросто увидеть такой ход. Особенно в размышлениях, когда вы планировали играть, ферзь берёт на f3. Когда ферзь здесь стоял и белый ферзь здесь. И вот ферзь f3. Вы могли посчитать ладья g6. Король ушёл. Слон h3. Всё хорошо. И вдруг такой ход ферзь d3. И вы видите, что на шах и наш слон f3, как вы задумали, последует. Ферзь берёт на g6. И хотя белые жертвуют ферзя, но они остаются с лишним качеством. И если они всё это потом раскрутят, то они могут d4 сыграть. Слон e3. И раскрутиться, и у них будет... Я правильно сказал качество? Или нет? Или ладья лишняя? Да. После взятия на g6 у белых будет лишняя ладья. А2, например. Ладья и слон. И у чёрных ладья и слон. А вот ладья лишняя. Вообще безнадёжно. Мата нет и всё. То есть, вот такой ход. И, к счастью, здесь у чёрных есть ход. Единственный, который их спасает. f5. И вот остались все угрозы. Все угрозы. Теперь снова на ладья g1 последует тот же мат. Значит, ферзь g6 больше нет. Ну, можно шаг дать. Ну, и лучше всего здесь пойти королём не на h8. Потому что в случае король h8 у белых будет ход ферзь f7. И они снова нападают на эту ладью g6. И они снова её заберут, когда она даст шаг вскрыть. И кроме того, они ещё на ладью e8 нападают. Ну, и вот, к счастью, у чёрных есть опять ход. Король f8. И у белых нет шаха. Обычно после короля f8 какой-то шах появляется, но его нет. Тут слон стоит. А раз шаха нет, то чёрные выигрывают. Не просто, но примерно как в партии, возможно. Но у них есть выигрыш. И последняя возможность за белых была выбрана Луи Паульсоном. Надо уйти ладьёй и освободить поле f1 для короля. Последовал шах, слон берёт на f3, шах, король f1. Значит, белые получили поле для короля. И вопрос, как здесь правильно продолжать чёрным? Ну, правда, вот частично на этот вопрос ответил наш помощник. Вот он показывает какой-то ход. Ладья g2. И даже показывает, какая угроза. Ладья берёт на h2 и ладья h1 мак. Ну и кроме того, например, ферзь d3. Надо ответить. Тогда ладья берёт на f2, шах. Король идёт на g1. Другого хода нет. Ладья g2, шах. Ну, например, король f1. И на король h1 будет тот же самый ход. Ладья g1 мак. Как этот слон отрезает эту диагональ. Ладья отрезает всю линию e, и ладья даёт мак под защитой слона. Но Морфи не нашёл этого варианта. Вот странно. Значит, он не нашёл ладья g2. Но он сделал тоже хороший ход. Слон g2, шах. Ещё раз. Король g1. И здесь есть ход, который Морфи не сделал. Но который показывает сейчас наш помощник. Что это за ход он показывает? Слон e4, шах. Король f1. Вот в этой позиции, если бы ферзь не защищал поле d3 вот таким ходом назад, то был бы мат слон d3 мат. И вот чисто компьютерное, мне кажется, решение, которое даже человеку нелегко придёт в голову в этой позиции, и в острой, где ищутся маты форсированные. Вот такой тихий ход с угрозой слона h3 мат. Кажется, на тихий ход много ответов может быть. Но каких? Например, двинуть пешку вперёд, f4. Ничего не даёт. После слона h3 мат хода короля f2 нет, так как этот слон эту всю диагональ контролирует. Что можно сделать здесь? Компьютер показывает ход e2. Наверное, чтобы король как-то за ферзём спрятался. Слона h3 шаг. Король e1. Но ладья g1 ставит мат. Нельзя даже не перекрыться. Ничего здесь, связка. Ну, такой вариант видит компьютер. А Морфи сыграл здесь немножко по-другому. По-человечески. Слон h3 шаг. Король h1. И здесь он взял слон, берёт на f2. Значит, угроза у него прозрачная. Слон g2 мат. Как белым можно защититься от этого? Ну, если пойти ферзь берёт на c6, то тогда просто ладья берёт на c6. Всё-таки белые отдают почти целого ферзя, и у чёрных остаётся лишняя фигура. И маты потом возобновятся. И второй, единственный, защитить... Как защитить поле g2? Ладья g1, например, просто будет. Ладья берёт на g1 мат. Ферзь f1 защищает. Это всё было в партии, этот вариант. Ферзь f1 сыграл Паульсен. Отдал ферзя за слона. Если сейчас посчитать, что осталось... Две лишних пешки у чёрных. Ну, правда, вот пешки такие... Но на a7, правда, защищена опять же ходом слона назад. Ну и сдвоенные пешки. Ну и есть вот проходная по линии f. И вообще здесь три пешки против одной. Эншпильд должен быть выигран. В принципе. На это шёл Морфи, видимо, что... Он понимал, что он уже выиграет это по-любому, если даже не найдёт тут. Он, правда, не увидел мата, который компьютер нам показал. Ну, пошёл на вариант, где у него две лишних пешки в окончании. И он видел, что атака у него продолжится. И без ферзей. И вопрос, как он тут сыграл? То есть, как тут лучше всего сыграть? Здесь можно по-разному сыграть. Например, просто отойти слоном. Но он сделал самый лучший ход. И это, в общем-то, идейный ход. Морфи пошёл ладья e2. И как нас учили в шахматной школе, нужно занимать седьмую горизонталь. Что это всегда выгодно. В данном случае это вторая горизонталь. Но от чёрных, если смотреть, это седьмая горизонталь. И вот ладья защитила слона. Заняла седьмую горизонталь. Препятствует ходу d2, d4. Или d2, d3. Всё равно. Потому что связка. В связи с этим пока стоит, опять же, этот слон в своей начальной позиции. И белые сыграют ладья a1. Чтобы хоть как-то теперь сможет пойти d4. Что делает Морфи? Он атакует слабый пункт в позиции белых. Это пункт h2. А эта ладья пока рентгеновским образом смотрит на h2. Если слон отскочит, то здесь белым мало не покажется. d4, наконец, ходит. И слон его напал на ладью. Вопрос. Какой ход здесь сделал Морфи? Конечно, он сделал сильнейший ход в этой позиции. Слон e3. Он, как задумано было, отошёл слоном. При этом перекрыл действие слона, чтобы он не мог взять ладью. И напал на поле h2. Поле h2 защищать нечем. И белые здесь сдались. Ну, что могло последовать? Несложный конец мог бы быть. Ладья h берёт на h2. Король g1. И ладья e ставит мат на g2. Это мат типичный. Надо знать его. Когда две ладьи врываются на предпоследнюю горизонталь, и у короля нет выхода на f1, то это всегда вот такой мат будет. Ну что, на этом мы это видео заканчиваем. Надеюсь, что оно было вам полезным. Особенно, если вы активно участвовали. Если вы не активно участвовали в видео, ну, возможно, вы получили просто эстетическое удовольствие. Может быть, тоже чему-то научились. До свидания. До новых встреч. Корректор А.Егорова